В французской стороне, на чужой планете, предстоит учиться мне в университете. Всем привет! В эфире «Наш универ». Я Илья Суховалов. И я, Юлия Камлякова, расскажем вам о жизни в нашем универе и не только. Сегодня в программе. Продолжаем знакомство с Балтийским федеральным университетом. Улыбка на миллион. Перестаем бояться стоматологов. Один день из жизни олимпийского чемпиона Менгияна Семенова. Илья, как ты думаешь, какой вид спорта предпочитают студенты Балтийского федерального университета? Плавание. Ну да, чего тут гадать, университет-то балтийский. Эх, Юля, если бы в моем универе училась трехкратная чемпионка олимпийских игр синхронистка Наталья Ищенко, плавание было бы моим любимым видом спорта. Доставай шапочку, Юля. Балтийский универ — наш универ. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. Всем не советовали только его. Мои родители были только за. Он мне даст хорошее будущее, я уверен. Я люблю. Любить свою альма-матер студентам Балтийского федерального университета действительно есть за что. Ведь помимо учебы здесь каждый может найти себе занятие по душе. Хочешь быть лучшим? Будь активным. Таков девиз студенческого совета БФУ. Студенческий совет Балтийского федерального университета имени Эмманула Канта появился на университете с помощью инициативной группы студентов, которые в свое время, в 2005 году, захотели создать такую организацию, которая бы объединяла студентов и налаживала диалог между студенчеством и администрацией. Работы у студенческого совета много. Начиная от вопросов социальной защиты студентов и заканчивая организацией культурно-массовых мероприятий. Студенческий совет может многим чем гордиться, потому что в студенческом совете есть и традиционные мероприятия, традиционные проекты, также плюс постоянно какие-то обновления проходят. Мастера спорта, чемпионы мира и олимпийские чемпионы учатся в Балтийском федеральном университете. 16-кратная чемпионка мира, трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко студента факультета физической культуры и спорта БФУ. Для занятий спортом в Балтийском федеральном созданы все условия. Новые спортзалы, современный бассейн и, конечно, профессиональные тренеры. Важно, что во время учебных занятий физкультурой студенты сами выбирают то или иное направление. Сейчас наибольшей популярностью среди учащихся пользуются плавание. Студенты БФУ второй год принимают участие в спортивном фестивале среди федеральных университетов и показывают хорошие результаты. Сильная студенческая организация, амбициозные проекты и гордость ВУЗа, олимпийские чемпионы – все говорит о том, что университет живет и развивается. А вот над какими шутками смеются в БФУ и почему студенческий театр поселился на третьем этаже, мы расскажем уже в следующем сюжете. Илья, а ты слышал, что стоматология – одна из самых популярных специальностей в медицинском университете? Нет, зато я слышал от своего друга, будущего хирурга, что курица не птица, а стоматолог не врач. Конечно не врач, когда зуб болит, он бог! Слушай, а может мне в стоматологи податься? Тебе нельзя, тебя друзья будущие хирурги засмеют. Интересно, как они будут это делать с кривыми зубами? Так что не смейтесь над стоматологами, а дружите с ними. Кто чистит зубы по утрам, тот поступает мудро. Перефразируя знакомую цитату из мультика, возьмем ее на вооружение. Однако походы к врачу-стоматологу все равно неизбежны. Так что же это за профессия – стоматолог, и как им стать? В детстве я очень боялась стоматологов, и приходить к ним на разные процедуры было очень жутко. Дарья – ученица 11 класса, планирует стать стоматологом. До сих пор боится звукобурмашины, а в детстве мечтала стать юристом. В детстве я хотела стать адвокатом, но один очень хороший папин знакомый меня просто отговорил, сказал, что это очень опасная профессия и не для девочки. Чтобы определить профессиональные качества и личностные потребности нашей героини, мы попросили ее пройти тест на профориентацию. Его результаты мы узнаем после того, как Дарья побывает на практических занятиях студентов медицинского университета по специальности стоматология. Здесь девушка получит первое представление о том, как и чему учат будущих врачей. Работа с пациентами у студентов-стоматологов начинается еще во время обучения в университете. Студенты с третьего курса в основном сами приводят. Начинают мама, папа, сестры, братья. То есть приводят. Студент в прошлом году, пятого курса, запротезировал полностью свою маму. В основном начинают с родственников многие. К чему нужно быть готовым будущим студентом медицинского университета, мы решили узнать у тех, кто уже связал свою жизнь с медициной. Нужно быть готовыми к абсолютно стопроцентному посещению. Нужно быть готовыми к изучению большого материала, желательно наизусть. Также должно присутствовать логическое мышление. Потому что без логики, на мой взгляд, врач не может адекватно существовать. Вместе со студентами Дарья побывала на лекциях. Возможно, этот теоретический материал ей в недалеком будущем придется вспоминать на зачете или экзамене. А какие экзамены ждут абитуриента, жаждущего обучаться на специальности стоматология? Сдавать сейчас ничего не нужно, потому что все поступают благодаря ЕГЭ. Поэтому сдают они экзамены в школе. Единственное, что считывается у нас при поступлении баллы за химию, биологию и русский язык. Наша героиня смогла увидеть свою будущую профессию изнутри. Тест по профориентации показал, что Дарья склонна к работе, связанной с частыми контактами с другими людьми, а значит, имеет все шансы стать хорошим врачом. И, надеемся, станет им. Илья, а ты знаешь, как проходит обычный день студента нашего универа, бронзового призера олимпийских игр по классической борьбе? Я думаю, классической. А если бы я сказала по греко-римской борьбе, ты бы сказал по-гречески или по-римски? Я бы не стал гадать. Я бы предложил посмотреть сюжет. Есть предложение? Нет возражений. Смотрим. Бронзовый призер летних олимпийских игр в Лондоне Менгиян Семенов родом из Калмыкии. Там он и начал заниматься греко-римской борьбой. Успешные выступления на соревнованиях российского и международного уровня не остались незамеченными. Спортсмена зачислили в училище Олимпийского резерва, и Менгиян переехал в столицу. Следующая ступень – факультет физической культуры, спорта и туризма Сибирского федерального университета. Секрет успеха Менгияна – упорный труд. Нужно быть перед собой честным. Если ты будешь добросовестно работать на ковре, и также на улице кроссы бегать, не срезая дистанции. Если ты будешь больше бегать своего соперника, с кем ты тренируешься, например, мой партнер делал 12 раз потянулся, я должен 15 раз делать. Тренер Менгияна говорит, что сразу увидел в своем ученике жесткую хватку и сильный дух. И не ошибся. Я думал, что это уже успех. Я увидел его потенциал. Мы, наверное, сейчас набираем базу, физическую базу, потому что утром нам работать нужно. Ну, понятно, что немножко мешает, говорят, учеба. Но ничего, мы преодолеем и эту учебу. Но главное задать нас одна на вторую Олимпиаду попадать. Путь к олимпийской медали не был простым, но и отступать Менгиян не мог. Он ни на минуту не забывал про обещания, данные своему отцу. В 2004 году мы смотрели антену с отцом, а там боролся за Россию Максим Семенов, он 66 боролся. И там было написано М. Семенов на английском. И я такой, ну, и папа, говорю, папа, скоро будет, говорю, ну, на Олимпиаде, говорю, М. Семенов, говорю, с Калмыкии, говорю. Он улыбнулся. Ну, хорошо, посмотрим, посмотрим. Так получилось, что вот три года назад отец умер. Вот. И я попал на Олимпиаду. И с одной целью, что он, наверное, сверху увидел, видит и радуется. И вот, вот, своему отцу посетил победу. Когда ты выходишь на ковер, ты знаешь, что ты представляешь, большую державу. Выходя на ковер, ты забываешь обо всем. Одно только, только выигрывал. Все, что делал, не зря это все было. Не зря этот путь прошел, да, тяжелый. Но впереди еще Олимпиада, на это нельзя останавливаться. У Менгияна есть брат-близнец Санал, который тоже занимается борьбой. Были случаи, когда они выручали друг друга на соревнованиях. Один из был случаев, мы приехали в Волгодонск на турнир. И там тоже были два брата-близнеца. А, они двойняшки были, а мы-близнецы. Я с одним отборолся. И потом получилось так, что обратно брата вызвали. Ну, с тем же. Ну, его за Костенко два брата были. Семенов. Я отборолся, и снова Семенов думал, Костенко. Я думал, меня что ли? И вышел, отборолся. Он выиграл кое-как. Устал. Так я думаю, не, все. Я говорю, давай ты тебе говори за меня. Две схватки. Свободного времени у спортсмена практически нет. Редкие часы отдыха он проводит, как и все молодые люди. Смотрит новинки кино, любит ходить на столбы или просто гуляет с друзьями. Признается, что на учебу времени иногда не хватает. Сборы, соревнования, но тем не менее мы приезжаем. И никаких поблажек нам не делаем, да? Потому что мы спортсмены. Приезжаем, сдаем точно так же, как и все остальные. Наш герой ответил на вопросы из анкеты Марселя Пруста. Самое главное, чтобы девушка была верной, да? В первую очередь. Где-то что-то подсказала, да? Где-то какой-то совет дала, да? Где-то помолчала, где-то в устыше. Ну, такой человек должен быть. Борщ. Друзей, как говорится, настоящих много не бывает, да? Но на самом деле у меня много хороших друзей, настоящих, которые всегда меня поддерживают в трудную минуту, в любой момент. В первую очередь попросил бы, чтобы моим родным и близким побольше крепкого здоровья, по-дольше, по-дольше, по-дольше жили. И вот так, посылать больше ничего. Всегда присутствует такое слово «нужно», «надо». Вот ты спишь, у тебя спать охота, да? Но перебороть себя, слово «надо», встаешь и идешь делать. Все усилия Менгияна сейчас направлены на подготовку к следующей Олимпиаде. Мечта – золотая медаль. И если ему это... В любое время вы можете зайти на наш сайт. Нашунивер24.rf А также приглашаем нашу группу ВКонтакте. Все сюжеты программы вы можете посмотреть на интернет-порталах «Вся Россия» и «Дельфик ТВ». От Калининграда до Владивостока. С золотом, бронзой. Или металлокерамикой. Грызите гранит науки. Боритесь за то, что вам дорого. Пока! Мы смотрим вверх, а не вниз. Наша жизнь – мания. И самый главный девиз – стремись к знанию. Время настало! Наши неверующие из телеканала. Время настало! Наши неверующие из телеканала. Время настало! Наши неверующие из телеканала. Время настало! Их родственникам обращает